Муза Рукоделия 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 Также ее определяем и на спинке. Внутренний шов рукава, длина рукава, длина футболочки. Я ее беру вот такой, специально выделила черточками, чтобы вам было лучше видно. И переходим на шортики. Верх шортиков я уже беру с учетом припусков. Вот такая у них будет длина. Боковой шов мы не выделяем, но выделяем внутренний шов. Маникюрными ножничками начинаем аккуратненько разрезать выкройку по внутреннему шву шортиков. После этого снимаем шортики и футболочку. На выкройке сразу обозначаем переднюю, заднюю часть. Беру лист в клеточку. Как вы видите, шортики я вырезала по их длине сверху. Обводим выкройку. Также переносим переднюю, заднюю часть. Нижнюю часть листочка я срезаю. Вкладываю пополам. И на нее перевожу вот таким образом вторую часть футболочку. Также переносим обозначение и добавляем сверху и снизу вот эту часть, которую мы срезали. Добавляю небольшие припуски на швы. И также добавляем припуски на швы на шортиках. Вырезаю сразу две выкройки футболки. Приклеиваю на новый лист бумаги. Обвожу карандашом вторую часть. Ниже я приклеила шортики. И сейчас прикинем, какой у нас будет поясок. Допустим, 10 см. Ну, будет достаточно, наверное, и 9 см. Пусть будет 10 см, на всякий случай. И ширина пояса, ну, где-то пусть будет 2,5 см. Вот такой еще будет поясочек нашим шортикам. И обязательно нужно выделить горловину. Чертим ее вот так вокруг. Если у вас такая же куколка Пинки Купер, как и у меня, то вы можете взять эту выкройку на моем сайте. Кликайте на подсказочку в правом верхнем углу. Переходите на мой сайт и перерисовывайте себе каждую детальку по клеточкам. Будем считать, что вы себе уже нарисовали такую же выкройку. Вырезаем все детальки. Футболку я буду шить из вот такой трикотажной, тянущейся, блестящей ткани. А шортики из джинса. Сперва зашью футболку. На изнаночную сторону перевожу с помощью карандаша свою выкройку. И теперь нужно вырезать саму горловину. Укладываем ее отдельно, рядышком и обводим. Вырезаем обе детальки. Переворачиваем основную детальку на лицевую сторону. И по контуру горловины пришиваем вторую детальку. Выворачиваем эту детальку. Теперь на изнаночную сторону и по новому контуру прошиваем. Вот такая у меня получилась горловина. Я пришивала вставочку с небольшим отступом, чтобы она смотрелась гармонично. Теперь нужно подвернуть рукавчики с двух сторон. Теперь я буду рисовать маленькие серенькие полосочки. И делать это буду с помощью обычного серого фломастера. Беру линейку. И начиная сверху, точнее снизу, сейчас буду проводить параллельные тоненькие линии. И вот такой у меня получился результат, который необходимо закрепить. Я возьму вот такой матовый акриловый лак. И сейчас сбрызну на рисунок. Лак уже подсох. Теперь нужно зашить боковые стороны. Складываем вот таким образом футболочку. И начиная с рукавчиков, идем вниз. Закрываю спинку с двух сторон. И осталось подшить низ. На спинку пришиваем липучку. Готово. Снова застегиваю. И вставляю в линейку. Золотой акриловой краской рисую сердечко. Оставляем до полного высыхания. А мы пока сошьем шортики. Переворачиваем джинсовую ткань на изнаночную сторону. И ручкой обводим детальки. Один раз в обычном положении. Другой раз переворачиваем. Сразу обводим пояс. Вырезаем. Сшиваем передние части. Выворачиваем на лицевую сторону. Сразу рисуем боковые швы. С двух сторон. На одинаковом расстоянии. И маленький вот такой замочек передний. Карманчики. Теперь все это хорошенечко нужно прострочить декоративной строчкой. Сразу подшиваем низ. Возвращаемся к поясу. Одну часть заворачиваем. Тут достаточно всего лишь наметать пока. Сделаем шлевки. Небольшой кусочек джинсовой ткани. Вот такой клей я буду брать. Момент кристалл. Наношу его на ткань. Обильно. И с помощью небольшого кусочка картона разравниваю ровненько. Накрываю второй половинкой. Склеиваю между собой ткань. Зашиваем брючки снизу. Остается отверстие на спинку. Возвращаемся к поясу. Высох клей. Отрезаем небольшие кусочки. Тоненькие. Это будут наши шлевки. Где-то вот такой толщины. Этим же клеем я фиксирую свои шлевки на ремне на одинаковом расстоянии от центра и друг от друга. Вот так. Пришиваем пояс к лицевой стороне шортиков. И закрываем пояс с другой стороны. Вручную нужно пришить каждую шлевку к обратной стороне пояса. Готово. Осталось обработать заднюю часть. Подворачиваем аккуратненько. Пояс обрабатываем обмёточным швом. И пришиваем вот такую маленькую кнопочку. И вот уже с кнопочкой. Ну что же, пора примерять наши шортики и футболочку куколки. Золотой краской я рисую маленькую пуговичку. И вот такая у меня получилась кошечка. Результатом я очень довольна. Надеюсь, что вам тоже она понравилась. К наряду нашей кошечки я позаимствовала босоножки от Барби. Как ни странно, они на неё налезли и очень даже неплохо сидят. А для тех, кто досмотрел это видео до конца, я хочу открыть небольшой секрет. Это не последняя серия по данной кукле. Очень скоро вы увидите новые образы нашей кошечки, новые прически. Я пока прервусь на мастер-класс с принцессой. Я знаю, что её тоже очень многие ждут. Буду смешивать эти оба мастер-класса. Ну что же, на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok